Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Он очень переживал, я знаю Вообще в нашей семье Есть такое понятие, как шатковский характер Характер Геннадия Ивановича Сила его характера в том, что он всегда Лидер он не мог быть вторым Не мог быть вторым в спорте Не мог быть вторым в науке И всегда стремился К достижению результатов И достигал, и побеждал Вы знаете, когда Геннадий Иванович Например, возвращался с соревнований От московского вокзала До дома, где он жил Это почти вторая половина Невского Его несли на руках Победителей Олимпийских игр ожидали Горячие, восторженные, шумные встречи Вот Такой молодой, красивый мой муж Ну, пробую повесили Вот красавцы были Ну, хорошо, я сохранился, хорошо Ты хорошо сохранился, я не спорю И я тоже Я всегда помню освещенное окно кабинета отца Когда по молодости я где-то задерживалась Студенчество, друзья, поклонники И мама всегда уже спала, когда я приходила поздно А отец не ложился, пока я не приду Он встал меня всегда Для меня прежде всего, конечно, это брат Брат, которому я гладила спортивную форму Потому что на тренировку надо было прийти в чистом Со стрелочками, как тогда говорили А таких видов спортивной одежды, как теперь, в то время не было И поэтому это была одна и та же форма, которую надо было привести в порядок Потому что после тренировки она выглядела совсем не так, как до этого Она была пулята и потом, иногда и кровью в его виде спорта Этим путем, от дома до Ленинградского дворца пионеров Шатков первый раз прошел в далеком 46-м году Здесь, в секции бокса, 14-летний юноша начал постигать спортивный секрет Теперь в этом зале проводится традиционный турнир на призы Геннадия Шаткова Я хочу стать великим боксером, как Геннадий Шатков Он очень хорошо боксирует Всех своих противников почти побеждал Многих нокаутов Ко мне на неделе пацан приставал Я ему дала Вот так Боковым ударом И он отошел Больше ко мне не пристает По крайней мере, пока Студент юридического факультета Ленинградского государственного университета Чемпион Европы 1955 года Геннадий Шатков впервые стал чемпионом Советского Союза Вот это место, Анечков мост, дворец пионеров Это же вся юность, молодость Это сестра Танька, как он всегда ее называет Это профессор сейчас, ректор университета Которую он возил в колясочке Он обязан был ее выгуливать Уже будучи олимпийским чемпионом Потому что это была еще его тогда обязанность Вот он бегал с этой коляской По этим красивым местам Он был мальчиком с Невского Невский проспект Это молодость, это детство Шатков, он выделялся Он учился на юрфаке И всегда он был с книжкой И он для меня вот такое, что оказывается можно Вот это сочетать учебу со спортом Знаете, он не шумел, не кричал, он мало говорил Но если говорил точно, точно, корректно Не повышаю голоса Когда один товарищ так как-то нехорошо, помню, сказал ему А, у тебя только ноты, вроде того, что можешь пересажать всех Он так сказал, говорит Ну, с вами это может произойти Ну, так твердо Так и притом К месту это было сказано И точно, что Удар был у него страшный Он не показывает, понимаете Он очень легко работал слева И справа добавлял Причем справа никто не видел этого удара Даже никого он сам не видел, как белка Бел и нокаутировал Боксера нокаут Потом сбил нокаут Бел нокаут Когда он всегда в жюри, если он находился Это все, можешь не волноваться Если вот пятерка судей судит И берешь записку Шаткова Это может быть спокойно И сам Петербург, это боксер Тогда из Ленинграда Или из другого города Записка, то она такая лакносовая бумажка Что же судей из себя представляет? Звучит музыка Вот такая медаль Вот такая медаль Ну вот Малька Так Так Ну вот Бал В Кремлевском Ездать Сейчас мне показывать Как ты Танцешь Ларисой Латыниной 1957 год Бал олимпийских чемпионов Кремле Этот обаятельный молодой человек Боксер Геннадий Шатков Всего несколько дней назад Он стал олимпийским чемпионом Что вот интересно Что отец очень много лет тому назад По сути говоря В прошлом веке То есть это Там 56-й год 60-й Уже включал черты Вот того нового Продвинутого Европейского Русского человека К какому мы еще сейчас Только идем Я помню Что это всегда был Какой-то путь Сделать себя лучше Его шансы на победу в Риме На следующей олимпиаде Были почти стопроцентными Но в интересах команда Капитан нашей сборной Средневес Шатков Пришел в полутяжелый вес Где у нас не было Классного бойца Шатков по существу Отказался от верного золота В своем весе В четвертьфинале Римской олимпиады Жребий свел его С грозным американцем Кассиусом Клеем Вы знаете, мне часто спрашивают Одни говорят Вот там Мухаммед Али Тогда Кассиус Клеев Чуть ли не в первом раунде Он утерел Другие говорят там Ну слово такое В одни ворота Ничего этого не было Вот человек говорит правду Бой был очень ровный Да, Мухаммед Али молодой Талантливый Ему любой мог проиграть И Шатков провел достойный бой Но Али был явно сильнее То есть имей в плане вот такой, знаете Роста Молодости Подготовленности И у них разные весовые категории Еще перед играми в Риме Шатков решил, что это будут его последние соревнования На ринг он больше не выходил Повесив перчатки на гвоздь Шатков стал кандидатом юридических наук Затем доцентом кафедры Теория и истории государства и права Ленинградского государственного университета Сегодня нам надлежит ознакомиться С основными признаками Характеризующими государство В отличие от этого первопытного общества В 32 года его назначили Проректором ЛГУ По работе с иностранными студентами Те, кто брался за эту работу до него Выдерживали недолго Единственное, что я должна сказать Совершенно ему не свойственно Что он не предугадывал И не усвоил Это некая такая коммерческая жила Она никогда ему не сопутствовала В этом отношении он остался абсолютным небожителем Он не продает нигде свое имя В какие-нибудь профессиональные клубы Не имеет с этого денег Как возможно там делает на западе Мухаммед Али, который стал Цианальным героем Америки Идолом и торговым брендом Папа брендом не стал Он такой же профессор, как и все Хорошая все печка Мы купили практически сруб А все остальное делали Вот Гену вместе с нашими друзьями Там же ничего не было Был только сруб и окна А сам он построил Хозблок Летняя кухня Там у нас сарайчик небольшой Там баня Слиту он своими руками построил Все абсолютно Плоть до шифер крыл Помню как он навалял людям Которые пытались ограбить соседскую дачу Было человек десять Ночью Дед пришел Его били кольями от забора Березовыми И он их всех десятерых раскидал Но он всегда У меня постояет за себя И естественно И защитить женщину В принципе это и того же Ищет Хочу вам показать две фотографии Вот они как раз Одна из них Вот эта Любимая Как говорят мои дети Мачо Наш дедушка Мачо Красивый Молодой Обаятельный Олимпийский чемпион Кандидат наук Любимец города Любимец С очень многих людей Ну просто жизнь удалась Кандидат наук Любимец Он пять лет не был в отпуске, будучи проректором Ленинградского университета. И вот, наконец, предоставилась возможность уйти в отпуск. У нас были путевки в пансионат университетский на юг, к морю мы должны были поехать. Мы собирались уезжать утром. Вечером он отработал, пришел домой. И ночью я вдруг проснулась и увидела, что его нет в комнате. Я пошла в другую комнату, он лежит без сознания, я поняла, что он без сознания, весь в крови. Вот так получился первый инсульт. И мы вместо отпуска уехали в институт Бехтерева. Мы узнали о том, что он не говорит, не пишет, не читает. Один из медицинских светел сказал тогда Тамаре Шатковой, он не будет жить. А другой смягчил приговор, двигаться будет, говорить никогда. Но так думали, к счастью, не все. Когда я его увидела, это был молодой, симпатичный мужчина с широкой грудной клеткой. У меня возникла ассоциация, что на величине есть письменный стол. С полным отсутствием речи, с двигательными нарушениями в правой руке. Он очень отличался от многих пациентов. Он был как-то изначально очень даже оптимистичен и настроен на то, что он выцарапается из этой ямы, что он поднимется с досок, как он говорил, пользуясь вот своей боксерской терминологией. И поэтому работать с ним было легко. Он мог работать бесконечно. Инсульт – это когда в мозгу словно взрывается граната. У Шаткова она взорвалась в той части мозга, которая отвечает за речь. Не один год каторжного труда ушел у Геннадия Ивановича на то, чтобы другой участок мозга взял на себя эти функции. И Шатков победил. Он вновь с головой ушел в работу. И снова инсульт. Но и во второй, и в третий раз он вставал с досок. Какими у вас собачками? Не разомни. Ну что, ой, ты мои хорошие. Ну что, спортом? Да нужно. Нужно, нужно. Да. И бегать. Не-не-не. Нужно работать. Нужно работать. Да. От опыта копыт, пыль по полю летит. В руку клин, в руку клин. Прошу про коп, кипятокров. Ушу про коп, кипятокров. Кипятокров, кипятокров. Тебе спокопа кипятокров. Я могу сказать, что вот такая тяжелая вещь. Каждый день, я говорю, занимает свой день обещание. Я все время повторял. А. А. Но потом. А. У. У. Е. Я. Ё. Ё. Я почувствовал, что я могу сказать, ну, хотя бы, дом. О. Это очень хорошо. Ну, это самый легкий вариант. Думать, что инсульт произошел в результате его занятий боксом, где, как известно, спортсмены довольно часто пропускают удары в голову, что может послужить причиной ряда заболеваний. Но, во-первых, Геннадий Иванович отличался великолепной защитой. И количество полученных ударов в голову у него было в момент его спортивной карьеры не такое большое. А, с другой стороны, считается, что нокдауны или травмы головного мозга, они могут иногда приводить к таким заболеваниям, как аневризм сосуда головного мозга. Но тогда бы клиническая картина Геннадия Ивановича была бы совершенно иной. Возможно, одна из причин развития этого инсульта, это было, естественно, его переутомление. Ну, я пошел в тренировку. Он болел часто, инсульта был не один. На моей памяти была ситуация буквально 15-летней в давности, когда он попал в реанимацию, у него был сложнейший стволовой инсульт. И он лежал в этой палате, где через каждую буквально минуту кто-то умирал. Причем там в повалке такая братская могила лежали мужчины и женщины. И буквально на второй день начал мне все время что-то показывать. Казалось, он просит у меня бритву, что я должна была ему принести электрическую битву. В общем, очень упорно. И потом выяснилось уже к концу дня, он начал показывать, что молодые медсестры приходят. Как это он уже там второй день лежит в этой реанимации, обрастая бородой. Он брился в этом вот состоянии, где, в общем, решался вопрос, туда или остаются, туда или остаются. Я встретил вас еще, балое, душе моей. Когда я был мальчиком. Я хотел быть дипломатом. Да. Но у меня были такие очень плохие данные. Например, я говорил очень быстро, быстро. Как можно быть дипломатом, если он человек очень быстро говорит? Ну вот, и потом у каждого мальчика есть какая-то мечта. Быть самым сильным. Я тогда пошел к сексу бокса. Я стал боксером и научным аргонем. Почти всю жизнь после ухода из спорта Геннадий Иванович преподавал теорию государства и права. Он профессор, автор более ста научных работ и семи монографий. Десятки его аспирантов стали кандидатами и докторами наук. Теория государства и права. Я написал книгу «Услововые вопросы. Теория государства и права». Первая тема – это предмет теории государства и права как наук. Государство, в отличие от общественной организации первобытного общества, характеризуется двумя основными признаками. Это, во-первых, образованием публичной власти и, во-вторых, территориальной. Городков отлично защищает его прямыми ударами левой. Полагается свое умение стойко переносить удары, он наступает. Шатков владеет замечательным ударом. А может, еще где я работал? А может, еще где я работал? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это очень исторические предчатки. Потому что я работал с ним на чемпионате Европы. Субтитры создавал DimaTorzok А вот... О, хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok